Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия, занимаюсь изучением жречества, травничества, астрологии, всего того, что способствует нашему духовному росту. Сегодня мы с вами будем разговаривать про гамма-волны, как я и обещала. У меня уже есть первое видео, в котором я рассказываю про влияние частот головного мозга на жизнь человека. Мы разобрали с вами, что такое высокочастотные бета-волны, как они влияют на организм, что из-за того, что мы находимся под влиянием высоковибрационной бета, у нас идет состояние стресса, состояние выживания, из-за чего у человека, к сожалению, его интеллектуальные способности тормозятся, ухудшается память, ухудшается концентрация и вообще сообразительность. Грубо говоря, человек тупеет по влиянию высокочастотной бета, хотя люди называют это эффективностью. Вот, сегодня мы с вами будем изучать гамма-волны, потому что у нас, в принципе, эзотерика вся ушла в изучение тетта-волны. Это, да, классно, потому что на этой частоте классно работать с подсознанием, вытаскивать какие-то бессознательные установки, давать новые установки, я богат, я красив, я счастлив и так далее. Но, мои дорогие, давайте же мы изучим гамма-волны, потому что им дают незаслуженно малое внимание, хотя на самом деле, мне кажется, что они одни из самых важных. Потому что гамма-волны, это, многие называют это контактом со сверхсознанием, да, если тета-частота, это подсознание, то гамма-частота, это сверхсознание. Именно на гамма-частоте были исследования у буддистских монахов, да, я сегодня буду про это рассказывать, что именно гамма-частота преобладает у них. Именно гамма-частота, это момент, когда ты общаешься с нечто, когда ты общаешься с божественным, да, когда у тебя очень высокая концентрация, хорошая память, и когда ты находишься в состоянии счастья, удовлетворения, да, то есть гамма-частоты вырабатываются в моменты наивысшего счастья человека, наивысшего удовлетворения, и поэтому давайте же их изучать. И, соответственно, гамма-частоты есть также низкие, и есть гамма-частоты высокие, и доказано, что люди, у которых работа гамма-частоты здоровая, и которые испытывают именно высокие вибрации гамма-частоты, он является гораздо счастливее, да. Я перелопатила кучу статей, кучу научных статей, переводила одну статью с английского языка для того, чтобы достать эти знания, поэтому, дорогие, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. Благодарю вас за вашу обратную связь, для меня это очень важно, и для моего маленького, еще пока не развитого канала очень это важно, поэтому не поленитесь. Взамен мое сердечко, моя любовь вам. Гамма-волна — это самая высокая частота, которую может испытать человеческий мозг, и, соответственно, есть низкие гамма-волны, есть высокие гамма-волны, и доказано, что человек, который испытывает высоковибрационные гамма-волны чаще, он заведомо счастливее, концентрированнее и успешнее, потому что он легче принимает решения, у него меньше уровень стресса, больше может задач держать в своей голове. Соответственно, эти люди, они гораздо более счастливы, гораздо более спокойны, гораздо более концентрированы, да, и они более сообразительны. Вообще, гамма-волна, она отвечает за хранение кратковременной и долговременной памяти, а также переход из-за кратковременной памяти в долговременную, да, чтобы событие какое-то вам запомнилось. И именно эта частота страдает от влияния нашего 21 века, когда весь мозг концентрирован именно на кратковременной памяти, да, короткие видео, статейки и так далее. Мы не запоминаем огромные книги, мы не синхронизируем события, да, если какую-то книгу прочитали, да, у нас синхронизация событий, огромная информация, которая в долгосрочную память уходит. Кратковременно это постик, который ты забыл на следующий день, даже не помню, что там было написано, это короткие видео, то есть у нас именно идет нарушение в гамма-частоте, в гамма-волнах, да, потому что именно гамма-волна отвечает за это связывание, она отвечает за то, чтобы у человека было узнавание, связывание событий, фактов. И многие ученые говорят, что гамма-волны это само сознание человека, да, то есть это само самоосознание, поэтому гамма-волны, они очень важны. Людей, у которых высокая гамма-частота, они отличаются большими познавательными функциями, да, эти люди, они заведомо более любознательны, информация, которая к ним приходит, она больше познается ими, да, то есть она лучше усваивается ими. Также эти люди, они способны легче и проще решать проблемы, то есть для них решение проблем не является каким-то стрессом. Также гамма-частота, она помогает лучше обрабатывать информацию, да, то есть это не когда из одного уха влетело, в другое вылетело, обработал, понял, принял, взял самое лучшее, запомнил, усвоил, применил потом в решении какой-то проблемы. То есть вы понимаете, насколько гамма-частоты, они на самом деле важны. Хорошая работа гамма-волны способствует хорошей памяти, способствует высокой концентрации, повышенному вниманию и включенности в эту реальность, да, не когда ты сидишь там где-то в своей голове в тридевятом царстве, а когда ты включен в эту реальность здесь и сейчас. То есть это, ребята, не эзотерика, это наука, это научные статьи, которые я изучала, переписывала, да. И нарушение в мозговой активности, именно проблемы с гамма-волнами возникают у людей с биполярным расстройством, с шизофренией, с эпилепсией, с болезнью Альцгеймера, при черепно-мозговых ударах. То есть это все болезни, при которых как раз-таки нарушается взаимодействие с этим миром, нарушается мозговая активность, да. То есть именно нарушение работы гамма-волны наблюдается при этих состояниях. И как раз-таки гамма-частотами эти болезни лечат, да. То есть это один из видов терапии при лечении болезни Альцгеймера, при лечении биполярного расстройства. Это лечение гамма-волнами, да, для того, чтобы вот эта гамма-активность, она пришла в норму. При болезни Альцгеймера, именно при шизофрении происходит нарушение в связывании событий, в связывании информации и также в узнавании, когда ты не узнаешь предмет, для чего он предназначен, людей. Гамма-частота ответственная за связывание, за связывание вот этой краткосрочной, долговременной памяти, да. Вообще нарушение памяти, для чего предмет, для чего это, кто этот человек, да, нарушение связи. Как раз-таки за это гамма-частота и отвечает. Когда у человека гамма-частота в хорошем состоянии, он супер, да, у него супер концентрация, супер разум, интеллект и IQ. То есть стимуляция гамма-частотой, она обладает терапевтическим эффектом при перечисленных заболеваниях. Конечно же, это все очень сильно заинтересовало ученых, и что вау, самое классное. К чему я вообще веду? К тому, что замечено, что у буддийских монахов во время медитации, во время их медитативных состояний, в начале медитации, а также на протяжении всей медитации, наблюдается всплеск гамма-волн мозговой активности. Почему это очень-очень важно, да, и говорят, что медитации способствуют исцелению, и способствуют высокой концентрации, вниманию и так далее. Как раз-таки потому, что мозг переводится на эту гамму-частоту, и эта гамма-частота, она не просто обладает каким-то там способностями, да, что человек на гамма-частоте лучше соображает, она также обладает терапевтическим эффектом исцелять мозговые участки, исцелять вот эту мозговую активность, исцелять электромагнитные волны, да, то есть она настраивает наш организм на здоровый лад именно с помощью медитации. Даже во время этого изучения сам Далай-Лама сказал, что, ребята, если вы возьмётесь за изучение мозговой активности во время медитации, да, не просто они надели ЭГ, да, вот эту шапочку и измерили буддийским монахам их мозговую активность, то есть он настаивал на том, чтобы люди начинали изучать поведение мозга во время медитации, он сказал, если вы хотите, я буду самым первым подопытным, да, изучайте, пожалуйста, изучайте. То есть учёные, которые исследовали буддийских монахов, они назвали частоту 50-60 Гц, именно на гамма-частоте назвали уже состоянием просветления, состоянием нахождения человека в моменте здесь и сейчас, общение с нечто, общение со сверхсознанием, а также назвали это переживание трансцендентным состоянием, да, начиная от 50 Гц и выше. Состояние, когда мозг человека работает именно на гамма-частоте, у человека приходят инсайты, просветление, озарение. Почему некоторым людям приходят инсайты, а другим людям нет, да, какое-то озарение, вау, так это же вот так. Раз-таки именно на гамма-частоте люди испытывают инсайты из-за того, что гамма-частота, она даёт вот это связывание, когда для человека наконец-то доходит вау, так вот про что это говорилось, так вот это состояние, да, так вот это озарение, которое мне пришло. И почему-то инсайты испытывают чаще люди, которые медитируют. Некоторые люди, они живут жизнь, да, без инсайтов и так далее, как-то ржут над этим. Однако инсайты испытывают люди, которые находятся в медитации и постоянно медитируют, хотя бы ежедневно медитируют, да, инсайт за инсайтами. Кто медитирует и кто инсайты испытывает, пишите, пожалуйста, в комментариях, реально ли после медитации, да, что на протяжении дня после медитации реально приходят инсайты, озарения какие-то, которые хочется записать, которыми хочется потом поделиться со всем миром. То есть я точно вижу эту закономерность. Когда я медитирую, у меня реально соображает лучше мозг, реально начинаются инсайты, я записываю эти инсайты, делюсь с вами. Когда я забрасываю медитацию, у меня мозг такой, ну окей, мы живем обычную жизнь, ох, все нормально, мы едим, спим, классно все. Вот, там занимаемся спортом тоже замечательно. Но тем не менее, что-то, какая-то очень важная такая часть, она куда-то уходит, помогает своему мозгу оказываться именно на гамма-частоте, чтобы он исцелялся и благодарил нас за это инсайтами, концентрацией, счастливым состоянием, да, гамма-частоты, это очень-очень важная составляющая вообще нашего развития. Также проводились исследования, еще одно, которое я нашла, это прям был какой-то реферат научный, в том, что проводились исследования взаимосвязи между гамма-частотой и биохимией крови, да. Соответственно, была группа испытуемых, которыми одним давали испытать, там, да, как-то стимулировали то, чтобы они испытывали счастливое состояние, другой группе показывали какие-то нехорошие картинки, картинки ужаса. Кажется, та группа, где были, где было изображено счастье, радость, у них был всплеск гамма-частоты, и, соответственно, у них также была благоприятная выработка различных веществ, средства для, ну, которые положительно влияют на биохимию кровью, блин, прям в веществах, ребята, я не разбиралась, потому что, честно, очень множество, очень много вот этих научных исследований для меня было вообще иностранным языком. Вторая группа, которые показывали и хорошие картины, да, соответственно, у них биохимия становилась хуже, потому что вырабатывались негативные вещества, которые на биохимию влияли хуже. Поэтому не зря вся эта позитивная психология, не зря нам говорят, что думайте о хорошем, да, потому что мы сами лучше себя чувствуем, настраиваемся на лучшее, да, соответственно, инсайты, решения проблем приходят к нам гораздо быстрее. Еще один момент, который я тоже хотела с вами обсудить, тоже очень интересная статья, которую я нашла, это гамма-частоты, гамма-волны в моменты предсмертных состояний. То есть вообще люди, которые оказывались на грани жизни и смерти, да, они говорили, что многие испытывали состояние эйфории, состояние облегчения, состояние того, что, ну, наконец-то там, да, мы приходим, ну, так как бы идут в дом бога, в дом божественного, многие встречают родственники, да, они счастливы, довольны. И очень многие также описывают различные зрительные картинки, которые они видят. Вот, и было также исследование, при котором в момент отключения человека от искусственной вентиляции легких им присоединяли, да, ЭЭГ, энцефалограф, и был как раз-таки у людей перед смертью всплеск гамма-частот, у людей, которые находились в коме, у людей, которые находились в смертном состоянии, у них отключали ВЭЛ, и наблюдался всплеск гамма-частот. То есть, проводились такие же исследования на мышах, проводились такие же исследования тоже на людях. При смерти, то есть, человек, он испытывает очень мощный всплеск гамма-частот, собственно, как и выработку ДМТ. Вот, ну, вы, я думаю, знаете ДМТ, да, это именно то, что люди вырабатывают с помощью потребления айаваски, то есть, они также переживают вот эти состояния запредельные, загробные, наверное, можно так сказать, да, как постсмертные, что ли. То есть, вот это состояние, когда человек расчисляется, собственно, человеческой личностью и начинает воспринимать уже мир не через призму человеческой личности, да, а через призму именно себя, как духовной сущности. Повышение гамма-частот, оно также влияет на восприятие человека таких высоких вибраций, да, то есть, гамма-частота — это самая высокая вибрационная частота головного мозга, которую человек может пытать. Вот, и, соответственно, я думаю, что именно гамма-частота — это тот уровень, когда человек, его восприятие находится не на человеческом уровне, да, а уже на трансцендентном уровне, что, собственно, и подтверждают исследования буддийских монахов, что, собственно, и подтверждают, да, как бы все эти факты. Однако, опять же, это все теории, исследования и так далее. Что, какой мы можем вывод из всего этого сделать, да, как находиться на гамма-частотах. Отличая от людей, которые находятся в пониженной концентрации, это то, что он испытывает гамма-волны на низких частотах, да, на низких вибрациях. Есть человек, который испытывает гамма-волны на высоких вибрациях, соответственно, у него лучше концентрация, внимание и так далее. Мы уже поняли, что медитация способствует развитию гамма-волн. Чем больше мы с помощью медитации погружаем свой мозг на гамма-частоту, соответственно, он исцеляется, соответственно, мы начинаем лучше соображать, лучше память, да, и все-все-все перечислено. Дополнительно, я также нашла информацию, то, что симулировать выработку гамма-волн можно определенной музыкой, бинауральными ритмами, дай бог мне правильно выговорить, биуральными ритмами. Короче, вы ведете в поисковике, точно найдете как надо. Вот, то есть определенная музыка, да, вот именно по частотам есть. Только, пожалуйста, на ютубе очень много обычной музыки выкладывается, что это чистота, счастье, чистота возвышенной любви, на самом деле это просто аудиозапись. Ищите именно частоты, то есть не ищите именно музыку, да, которая там на ютубчике, там, бинауральные ритмы, хотя на самом деле это просто обычная флейта, да, то есть ищите именно частоты. Также сказано в одной статье, что арахис и фисташки помогают мозговой активности, да, именно вывести мозг на работу на гамма-частоте. Это медитация и дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения также помогают мозгу войти в работу на гамма-частоте. Какие выводы мы делаем? Это еще раз подтверждение всего того, что мы уже знаем. Позитивное мышление, медитации, дыхательные практики, позитивное окружение и контакт с природой, контакт с истинным источником, да, того, что нас соединяет с бесконечным вечным, с божественным. Сразу, ребята, хочу предвидеть один из ваших вопросов. А как же так? Ведь медитация также вводит человека и на тета-состояние, да, и в подсознание. Как же тогда медитация выводит на гамма-частоты, да, когда она и так же работает и с тета-частотой? Во-первых, нет одной частоты, на которой работает мозг. Они постоянно меняются друг с другом, они всегда работают поочередно. Одна из них становится доминирующей, да, одна из них становится, так сказать, преобладающей. А если предположить, что тета-частота — это наше подсознание, а гамма-частота — это наше сверхсознание, то, собственно, как и медитации могут быть разными. Собственно, так же и эффект может быть разный. Когда люди расслабляют человека, доводят его до состояния тета и работают с его бессознательным, да, это один вид медитации. Когда человеку говорят, испытая состояние счастья, вот ты находишься там в самом лучшем варианте своей жизни, да, то есть это уже другой вид медитации, это уже, возможно, гамма-состояние. Когда человек находится в медитации, в состоянии безмолвия, в состоянии момента здесь и сейчас, когда нету никаких у него работы подсознательной, надсознательной, бессознательной и так далее, это уже другой вид медитации. Если брать именно буддийскую медитацию, такая, какая она должна быть, когда ты взял своё под контроль, у тебя нету внутреннего диалога, ты в моменте здесь и сейчас. Это годы и годы практик. Тогда, конечно же, выводится работа головного мозга именно на гамма-чистоту. Не когда ты сидишь и думаешь там о своём, да, а именно стараешься сделать эталонную классическую медитацию без самопрограммирования, без визуализации, а именно чистую медитацию в моменте здесь и сейчас с молчащим внутренним диалогом. Конечно же, это уже другой вид. На этом лекция подходит к концу. Благодарю вас за внимание. Давайте с вами в комментариях рассуждать ещё насчёт гамма-чистоты, тета-бета-чистоты, что вы об этом знаете, что вы об этом думаете. Мне будет очень интересно всё это изучить. Мы вместе будем делиться собственным опытом, будем узнавать, да, какие-то новые факты, исследования и так далее. Это всё будет очень-очень интересно. Благодарю всех за внимание. Всех люблю, целую. Не забывайте переходить на мой инстаграм, заказывать расшифровку своей натальной карты. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok